Привет, хоккейный город! Пока готовимся ко дню всех влюбленных, покажем, что происходило с хабаровским хоккеем за последнюю неделю. Но начнем этот выпуск уже традиционно, с идентификации тигра. Здравствуйте, меня зовут Матвей Тараканов, я защитник команды «Амурские тигры». Готов отвечать на вопросы? Да. Во сколько лет начал играть в хоккей? В пять лет. Отец привел. Лучший игрок всех времен и народов? Александр Овечкин. Кто самый веселый хоккеист? Качество. Я. Лучший друг в команде? Шмат. В самолете лучше почитать книгу или посмотреть фильм? Посмотреть фильм. При принятии решения, что слушать, мозг или сердце? По-разному. Время или деньги? Время. Почему? Ну деньги, главное, придут все время, а время уходит до старей. Подарки лучше дарить или получать? Дарить. Какая еда вызывает не аппетит, а отвращение? Помидоры. Что самое вкусное? Карбонара. Если бы ты стал невидимкой на один день, что бы ты сделал? Я бы ходил, подглядывал за всеми. Если бы у тебя был шанс перевоплотиться в какого-то человека на один день, в кого бы ты перевоплотился, чтобы посмотреть его жизнь? Кроликам. Они милые к себе гладят и все забывают через 30 секунд. Вот это поворот! Назови три вещи, без которых не можешь жить. Без телефона, без интернета и без хоккея. Твоя самая вредная привычка? Нету. А самая полезная привычка? Поздно вставать. Полезно? Полезно. Какая часть твоего тела тебе нравится больше всего? Наверное, правая рука. Почему? В океи играет. Смотреть фильм дома или в кинотеатре? В кинотеатре. Любимый фильм? Волкс, Уолл-Стрит. Любимый сериал? Сотня. Последняя прочитанная книга? Стив Джобс, Эмпериа Соблазна. Ламборгини в твоем гараже или библиотеке? Ламборгини. Ольга Бузова или Ким Кардашьян? Ким Кардашьян. Я на нее подписан. Блондинки или брюнетки? Блондинки. Есть девушка? Да. Занят. Парень занят. Но его классная фамилия еще не занята. Переходим к другой классной фамилии. И не просто классной, а вошедшей в историю хабаровского хоккея. Исаков. Сегодня в нашем учреждении отмечает сегодняшнее учреждение одна из знаков, которые будут хабаровского хоккея. Исаков Сергеевич Сергеевич. Прежде чем заняться хоккеем, Сергей Исаков занимался плаванием и баскетболом. А в 8 лет, когда начал играть в хоккей, играл везде. Я любил на любых позициях играть. Без разницы, куда меня тренер поставил. Крайний центральный защитник, да хоть на ворота. Лишь бы играть. Играть на любой позиции Исакова приучил его тренер Сергей Курмеша. Задатки высококлассного игрока у тогда еще Сережи Исакова разглядел именно он. Я хорошо этот день помню. Запомнились его большие голубые глаза. Крепыш. Невысокого роста. Плотненький очень. Вот, собственно говоря, как он сейчас выглядит, только единственное в миниатюре. Свой фирменный бросок, которого побаивались не только полевые игроки, но и вратари, Сергей Исаков выработал годами тренировок. 20 мне уже, наверное, может быть 5 было, может быть больше, потому что работа, работа, работа и только работа. Через тысячи, десятки тысяч бросков поймать чувства это приспособить амуницию в хоккейную форму и клюшки подготовить, чтобы это было. Ну и вот только так со временем. А сейчас для тех, кто сильно соскучился, фирменный бросок в исполнении Сергея Исакова. В ворота вставать я не рискну. Благодаря этому броску Сергей Исаков только в Суперлиге, тогдашнем аналоге КХЛ, в 108 матчах набрал 80 очков, забросил 26 шайб и сделал 54 результативные передачи. Наш хоккейный спецагент Щербаков успел за один день побывать не только на юбилее прославленного защитника, но и на спартакиаде юнцов. Кстати, там определили лучшими тех ребят, тренерами которых являются герои наших программ за последние несколько недель. Интервью с ними можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Ну а прямо сейчас предлагаю посмотреть все-таки, как прошла та самая дальневосточная спартакиада. На этом турнире хабаровские мальчишки обыграли всех своих соперников и уверенно стали первыми. Секрет успеха еще и в том, что тренеры с каждым своим подопечным работают индивидуально. Есть ребята, конечно, на которых надо крикнуть прям. Он вот не играет, на него прям крикнешь, он начинает играть. На некоторых ребят наоборот. Если ты на него крикнешь, он замкнется и играть вообще не будет. То есть каждый ребенок индивидуален. Свою индивидуальность юные хоккеисты теперь могут подчеркнуть и экипировкой. Времена, когда все мальчишки играли только в том, что выдали в спортивной школе, прошли. Теперь все как у взрослых. Даже маленькие хоккеисты, они сейчас как настоящие уже смотрятся. Форма такая же, майки с такими же логотипами, брендированные в сейп. Вратарь Хабаровчан от всех своих коллег по амплуа отличается яркой раскраской шлема. Сам хотел, чтобы был шлем разукрашен в белом шлеме или черном, не хотелось играть по обычному как. Став лучшими среди своих сверстников-дальневосточников, хоккеисты Амура-2006 вновь доказали первенство Хабаровской школы хоккея. Турнир на высшем уровне, все игры, все игры до последней минуты были очень сложные и психологически, и как бы физически до конца играли каждую игру. В отличие от команд Приморского края и Сахалинской области, которые в нашем городе представили сборные разных хоккейных школ, наши парни все учатся хоккею в школе Амура. Хотела сказать, что на этом все, но хочу напомнить, что до плей-оффа, равно как и до весны, осталось всего полмесяца, то есть каких-то пару недель. Любимому Амуру желаем удачи и держим кулачки, пальчики и что там нужно еще держать. Впереди игры «Соска», «Витязем», «Торпеда» и «Нефтехимиком». Ближайшая домашняя игра только 20 февраля. Ну а наши молодежь, камурские тигры, приедут в Хабаровск раньше, 16 февраля. Ждем, любим и болеем за наших. Пока-пока!